Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политбюро. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание, за ваше доверие. Не забывайте этому видео, поставить лайк, подписаться на канал и обязательно пишите ваши вопросы или комментарии. Для нас это очень важно. Сегодня с нами на связи Олег Лесных. Олег, здравствуйте, рады видеть вас. Здравствуйте. Олег, мы с вами начнем с, мне кажется, такого первого захода в интервью господина Сырского. Сырский дал первое свое интервью в качестве главкома ВСУ немецкому зданию ZDF. И есть несколько высказываний, которые я хотел, чтобы вы прокомментировали, и мне кажется, они довольно ярко показывают, характеризуют главнокомандующего нового. Украина может завершить войну с Россией только выходом на собственные границы и полным восстановлением территориальной целостности. Другого выхода у нашей страны нет. Сказал он о выходе на границе в качестве как раз цели. И мне кажется, что здесь важно услышать господина Сырского, поскольку это показатель того, что Сырский, он невозможно готовить некий план победы. Ведь при Залужене, мне кажется, Залужене в этих высказываниях он был довольно осторожным. Больше мы слышали о выходе на границе 1991 года от политического руководства. А вот здесь уже и Сырский повторяет эти слова. Мне кажется, что он их проговорил для того, чтобы как раз с этим тезисом его также и ассоциировали. И мне кажется, вполне можем утверждать, что план, видимо, есть. Ну, действительно, надо еще посмотреть на контекст, кому он говорил и когда он это говорил. Это очень важно. Но однозначно важно и что сказал. То, что у него общие взгляды с политическим руководством страны, это видно. И он это не боится артикулировать. И то, что он говорит именно для германского зрителя, понимая, что и мы будем смотреть, и не только мы, и наши партнеры, это вот, наверное, один из основных тезисов, который демонстрирует нашим партнерам, что мы не будем торговать территориями. Это очень важно. Нас периодически призывают к этому с разных трибун, с разных политических течений за рубежом. Ну, да и у нас некоторые говорят, что можно там остановиться, подождать. А чего ждать, пока Россия наберет больше армии, проведет еще большую мобилизацию, перепрошьется через возможности той же Шкареи, там еще других своих союзников, и нанесет еще более серьезный удар, нежели это было два года назад. Поэтому я считаю, что это четкий сигнал. И я с вами совершенно согласен, это план. План на будущее. Кстати, по поводу планов на будущее. По его словам, это означает, что все общество должно сплотиться вокруг этого общего дела и напряться необходимо всем. Можно ли говорить, что это в том числе и некий намек о том законопроекте пока, но уже плавно переходящий будет скоро в закон, о мобилизации? То есть здесь Сырский говорит, или это в целом такая мотивация для того, чтобы вся страна не расслаблялась и воевала, скажем так, каждая на своем фронте? Ну тут очень важен контекст, потому что начало этой фразы базировалось, было ответом на вопрос журналиста о том, достаточно ли Запад помогает, достаточно ли сил для того, чтобы бороться, и хватит ли настроя у народа. И Сырский сказал, что вот при условии того, что не такая будет массовая помощь, или это масштабная, то тогда всей стране придется закатать рукава и работать на победу. И это тоже сигнал, опять же таки, и скорее всего нашим западным партнерам, что помогать нужно. И нужно продолжать понимать, что война происходит в Европе, они где-то далеко, и это вызов для всей Европы, не только для Украины. Но он же также не отбрасывает ответственность Украины в этой войне. То есть не говорит, что мы сложим руки, будем ждать, пока вы нам поможете, не поможете, значит мы ничего делать не будем. Нет. Здесь он тоже дал сигнал и внутрь общества, и нашим партнерам. А мобилизации, ну можно где-то между строчек прочитать, потому что, а как закатывать рукава, если не получать, скажем как, некорректно, но без живой силы войны не выигрываются. Но он, как по мне, не акцентировал в этом интервью внимание именно на вот этой составляющей. Это как-то очень осторожно и косвенно он об этом говорил, но не концентрировано и не жестко так, чтобы можно было потом говорить о миллионах, как уже какие-то там ходили, полумиллионах. Нет, он эти цифры не называл. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сыровский оценил ситуацию на передовой как сложную и отметил, что Украина перешла от наступательных действий к оборонной операции, чтобы истощить противника. Мне кажется, еще с прошлого года мы слышали, да, эти заявления, что Украина переходит в оборону, но здесь очень важный такой момент. Он говорит, чтобы истощить противника. И мне кажется, что это один из таких тоже неких сигналов или показателей того, что Александр Сырский и в целом военные руководства Украины, они надеются, что оружие будет предоставлено, и после того, как вооруженные силы Украины истощат своего противника, должен ведь разозвучать, скажем так, контрольный выстрел, и, видимо, еще одно контрнаступление будет подготовлено. Но я опять же таки подчеркну, что в этом интервью очень много осторожности, нет категоричности, и это, ну скажем так, достаточно правильно в этой ситуации. И он сказал, что даже для обороны нам необходимо вооружение, для эффективной обороны нам все равно нужны снаряды. И он четко прорисовал, как военный, что у каждого условно пушки есть срок жизни, именно у той части, которая называется ствол, что их нужно менять, их нужно или ремонтировать, или вообще на новые менять. И это тоже ресурс, который необходим. Поэтому здесь везде, как по мне, может и субъективно, я не есть военным экспертом, но мне везде показалось, что здесь такие тонкие пассы в сторону Запада, что мы не складываем руки, но нам нужна помощь, эффективная помощь. И сейчас, а не потом или когда-то. И здесь самое главное в этом интервью, не знаю, может вы хотели дальше спросить, здесь прозвучало, как для меня, очень важная составляющая, что он сказал, что наша основа – это жизнь военного. Это то, что ему говорили, что он чуть ли не Жуков, как там навязывали этот образ. Но тут он четко сказал, что мы будем выстраивать так оборону, чтобы у нас вот этот паритет, не знаю, как паритет, наверное, это не паритет, по-другому как-то называется, но один к восьми, чтобы это так и было. Потому что он сказал, что та сторона, Россия, имея в виду, не считает потерь, а мы не можем себе такую роскошь позволить, идти баш на баш, вот так вот кидаться один на другого, просто потому что у нас население гораздо меньше, нежели в России. Поэтому здесь вот тоже такой сигнал он дал, но это конкретный сигнал. То есть это уже слова не условно генерала, который на фронте, а уже главкома, который смотрит стратегически. И ресурс рассчитывает как людской, так и, ну скажем так, материальный. Вот, кстати, по поводу материального. Тут в плане даже не экономики, а, скажем так, неких настроений украинцев. Нацбанк говорит, что 27 миллиардов гривен украинцы сняли со счетов в январе, и это рекордный показатель за время полномасштабной войны. В целом, мне кажется, это свидетельство того, насколько украинцы в некой степени побаиваются тех закручиваний гаек, как говорят, по поводу и законопроектовой мобилизации, различных наказаний для ухилянтиев, уклонистов. И, видимо, все-таки часть общества, она понимает некую угрозу, и вот эти вот цифры, они об этом и подтверждают. Ну да, это, опять же-таки, коммуникация. Коммуникация, которая построена на хайповых новостях, которые вынуждают общество реагировать простыми решениями. То есть мы еще не знаем, будет ли в законе, а не законопроекте, вот эти меры, которые ужесточают ответственность уклониста, но имеется в виду в том плане материально, то есть он не сможет там снимать деньги, он не сможет там еще что-то, еще что-то. Пока что это все равно как слухи, и все равно это еще не в законе, но уже ситуация пошла сама собой развиваться, это неправильно. Нужно четко давать, вот именно в рамках закона мобилизации, надо четко общаться и давать четкие сигналы обществу, чтобы общество не боялось того, что может и не быть. Потому что это все равно отражается на экономике. Но с другой стороны, я не знаю, как эти цифры, ну там можно их сравнивать, но то, что за вот этот период было внесено колоссальные суммы донатов на армию, даже вот Монобанк давал показатели, да, это тоже еще одна сторона этой же проблемы. То есть общество одни собирается прятать деньги, ну забирать деньги, чтобы у них не забрали, а другие отдают деньги, чтобы не забрали территории. То есть это тоже есть, это монета, и у нее несколько сторон. Да, и я на последок хочу спросить вас еще об одной новости, ваше мнение о том, что Кремль может уже в марте начать новое большое наступление в Украине. Это не какое-то ИПСО, это не русская пропаганда. Об этом говорит Жозеп Боррель. По мнению дипломата, враг может пойти на такой шаг после выборов президента Российской Федерации, ну или другими словами, после его переназначения. Ну, дело в том, что тут тоже контекст очень важен. Во-первых, российская армия и не переставала наступать. Сейчас мы знаем, что ведутся достаточно жесткие бои там в том же на Авдеевском направлении, да, то есть они продолжают давить, но там Боррель вот дал вот этот вот посыл, как по мне, он не Украине дал. Он дальше в контексте сказал, что, ребят, нужно помогать, чтобы этого не произошло, чтобы украинская армия к этому была готова. И мне кажется, этот месседж, ну, во-первых, украинцев уже напугать какими-то наступлениями невозможно, просто потому что уже много чего видели, и, к сожалению, еще увидим. А это вот месседж все-таки партнером по Европе, да, западным. Вот смотрите, нам нужно сейчас помогать, потому что может быть более мощная эскалация, нежели сейчас. И логика здесь есть, потому что у Путина после выборов не будет ограничений, он сможет провести большую мобилизацию, условно, из больших городов, допустим, да, и сможет эту живую силу запустить. Но тут вопрос больше к военным экспертам. За это время очень большие потери идут, и вот эта мобилизация будет идти на восполнение этого ресурсов. Поэтому я считаю, что этот месседж был не... Адресом основным был не украинский электорат или там украинский гражданин, а все-таки это был месседж на Запад. Олег, я благодарен вам за участие в этой программе, за ваше видение происходящего. И, зрители напомню, друзья, не забудьте этому видео, поставить лайк, подписаться на канал и пишите ваши вопросы или комментарии. Для нас также важно знать ваше мнение. Олег, а вам желаю хорошего дня. До новых встреч на нашем канале. Взаимно. Всего доброго.